Сведём с ума Дмитрий и сестры Радио Блондинка ВФМ И мы снова готовы начать рубрику «Советы от девушек». И у нас в студии раздался первый звоночек. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, расскажите вашу проблему. Понимаете, у меня проблемы с моей девушкой. Она мне, ну как это сказать, просто надоела. Она не говорит, где работает, не говорит, куда ходит. И вообще она очень скрытная. Я хочу бросить её. А как сказать об этом, не знаю. Да, да, мы вас понимаем, это серьёзная проблема. Ну что ж, молодой человек, напишите смс с текстом. Мол, ты знаешь, мы должны расстаться. Нет, дело не в тебе, дело во мне. Просто я тебя не достоин. Если вы вообще не хотите больше её видеть, и эта зараза вас раздражает, напишите так. Коза, прощай, я тебя бросаю. Спасибо большое. Я подумаю над вашим предложением. До свидания. До свидания. С вами была рубрика «Советую девушек». А сейчас реклама на «Блондинка.ФМ». Ну и дура ты. Почему? Да это же был мой Серёжа. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Значит так, девчонки. Разминка – это очень важный процесс. Разогревать нужно каждую мышцу, понятно? Теперь главная задача. Нам нужно разнообразить ваш стиль плавания. Будем тренироваться до тех пор, пока не добьёмся результата. Пять минут разминки, и потом вперёд. Начинаем тренировку. Угу, ясно. Ты посмотри на него. Я так стараюсь, а он вообще ноль внимания. А чё ты-то делаешь-то? Как это чё? Я каждую тренировку прихожу в новом купальнике. Зачем? Ну ты глупая. Он же просит разнообразить стиль плавания. Вот я и разнообразую. Чего? Разнообразую. Прошу, ваш заказ. Почему так долго? А хлеб? Сейчас. Девушка, заберите всё это быстро. Погоди, заберите, я прошу вас. Привет, солнышко. Угу. Как ты? Ну что, что-то закажем, да? Ой, нет, ты знаешь, я не голодна, а я сок. Птичка, ну нельзя так. Ты никогда ничего не ешь. Поешь что-нибудь. Девушка, можно видео, пожалуйста? Не понимаю, о чём тебе нравятся эти рестораны. Меня здесь, когда я с тобой, постоянно обсчитывают. Да ты что? Ну где меня? Так как писать умели главным образом мужчины, все несчастья на свете были приписаны женщинам. Сэмюэль Джонсон. Ну всё, я готова, можем ехать домой. Да, давай я тебя домой отвезу, а сам в гараж. Мне ещё с машинкой нужно повозиться. Всё понятно. Замкнутый круг. Какой замкнутый круг? Ты слишком много времени уделяешь своей машине, поэтому её пора продать. Как это продать? Ничего не надо продавать. Чем она тебе мешает? Она у тебя есть не просит. Не просит? Сейчас. Так, о, октябрь, новая фара. Ноябрь, тормозные колодки. Декабрь, замена пружины и ремня ГРМ. Я даже не представляю, вот если бы у нас были дети, чем бы мы их прокормили? А у нас нет детей. А вот тут-то кружок и замкнулся. Потому-то и нет детей. У нас есть твоя машина. Ты все ночи проводишь в гараже. Любименький, а вот если вдруг тигр вырвется из клетки и нападёт на меня, ты меня защитишь? Ну, конечно. А если лев? Если лев нападёт на меня, тогда ты меня спасёшь? Лев? Да. Ну, естественно. А вот если тигр и лев нападут одновременно? Слышь, цыпа, рот закрой, ты нам всё смотреть мешаешь. Ты слышал? Чё ты сидишь? Иди, наваляй этому бугаю. Ну, он же не тигр. Даже не лев. Буду я на всяких козлов силы тратить. Женщины мастерски владеют искусством перевязывать раны. Почти так же, как искусством наносить раны. Здравствуйте. А вы наш новый сосед? Здравствуйте. Ну да, сосед. На прошлой квартире с соседями не сложилось, и вот я тут. А хотите, я вам помогу? А то у вас столько вещей. Да, давайте. Конечно, берите чемоданчик, а я гитарку. Ага. Вот, а вы один? Ну, как один, а с женой. Она сейчас с детьми наших собак выгуливает. Давайте, берите следующий. Мы три сестры, сведем с ума. Подруги и соперницы, любви и игра. Мы три сестры. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, красавица. А скажите, это село? Село. Селей не бывает. А это значит, походу, у вас есть животные, да? Котики, собачки, львы, леопарды. Ну, насчет леопардов я, конечно, не знаю. А животные имеются. Конь, осел, баран, козел, петух. Идем отсюда. Тут, походу, мой бывший с друзьями отдыхает. И мой, походу, тоже. Девочки, у меня нет слов. Я вам так благодарен, я вам так благодарен. Спасибо вам огромное. Огромное, девочки, вам премия лично от меня. Вам, вам, особенно вам. Благодарим. Девочки, это было незабываемое предложение руки и сердца. Незабываемое. Мы знали, что вам и ей понравится. А я знал, что нужно обращаться именно в ваше агентство. Именно к вам. Спасибо большое. Но ей ведь все понравилось, да? Она сразу согласилась. Да вы что? Да она сразу же отказалась. За что вам огромнейшее спасибо. Независимая женщина – это женщина, которая не нашла никого, кто хотел бы зависеть от нее. Саша Гитри. Блин, я так переживаю перед контрольной. А я вообще не боюсь. Да, есть такая примета. Нужно на ночь перед экзаменом или контрольной положить под голову книгу. И все, никаких проблем. Чего это я? А, да, контрольная. Чего это с ним? Ну, наверное, не выспался. С книгой под головой. Не поняла. Ну, что я, дура? Сама себе под голову толстенную книгу подкладывать. Вам зачет автомат, все остальные пишут контрольную. Я же тебе говорила, приметы действуют. До вечера, пупсик. Спасибо. Ну, ладно. КОНЪСОРЫ КОНЪСОРЫ ПОЁТ ПОЁТ ТОПП ТОПП девчонки привет отчета вы меня не приглашаете ты не слышал что сказали кавалеров ну момент официант сударыни извольте танцевать с графом надо уметь часто повиноваться женщине чтобы иметь иногда право ею повелевать виктор гюго и как долго мне нужно вот так держать ватку пока не остановится кровь вот молодец вы делаете явные успехи то то же а еще раз назовете меня дурой набитой так я вам руку сломаю ясно сплошные березы поля скупка тень ну что ты хотела природа она такая может с другой стороны че поинтереснее да здесь повеселее будет ой я на этот натюрморт посмотрела смотрела красота то какая да природа она такая смотри на березу если ваша женщина начала шире и чаще вам улыбаться то не спешите радоваться истина может быть где-то рядом владимир корк официант можно вас я вас слушаю присядьте пожалуйста не положено а я прошу вас скажите мне пожалуйста а почему у вас мясо недожаренное а что это же мясо с кровью ничего не могу поделать это рецепт такой хорошо тогда объясните почему рис недоваренный рис он ведь и должен быть немножечко недоваренным ничего не могу поделать это рецептура ладно но объясните почему рыба недозапеченная а вот это потому что повар идиот ничего не могу поделать это диагноз а вот вас я и ждала здравствуйте здравствуйте вы объясните мне в конце концов что происходит я не понимаю о чем вы вы всему офису уже выдали зарплату а я почему-то уже три месяца ее не получаю что происходит дело в том что я вас три месяца назад уволил я не понимаю почему вам до сих пор об этом никто не сказал да говорят не все об этом постоянно но я не верю объясните мне в чем проблема а женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое пока хоть одна из них останется на земном шаре буфле время господа студенты время сдавайте свои опусы под названием экономика мать всех наук не все сразу все сразу но вы самые талантливые вас между прочим это тоже касается сейчас секундочку слава богу хоть какой-то стимул студентов к моему предмету а а а а идет козел а а и и и Это же директор колохоза Пётр Иванович. Хороший мужчина. Всегда подойдёт, здоровается. Берёс, Пётр Иванович. А вот. Проститутка! Бабушка! АПЛОДИСМЕНТЫ Это было просто круто! Незабываемые впечатления! А мне не понравилось. Прыгнул, приземлился, да и всё. Да ладно, у меня чуть сердце с груди не выпрыгнуло. А тебе не понравилось. Зачем ты сюда приехала? Потому что я недавно поссорилась со своим парнем. И сгоряча ему сказала, верни все подарки, которые я тебе подарила. Так что парашют – это ещё ничего. Вот вечером мне нужно будет ехать на Лигу Чемпионов. Ого! Да, это не то, что ребятам. Приехал, забрал свои духи и уехал. Нам, женщинам, всегда сложнее. Женщина – самое могущественное в мире существо. И от неё зависит направлять мужчину туда, куда его хочет повезти Господь Бог. Генрик Ипсен. Ты знаешь, я чувствую, что рождена для чего-то великого. Ну да, а кто спорит? Да. Мне кажется, что в жизни меня ждёт что-то сногсшибательное. Бутылка мартини. Кстати, пацаны в общаге беспощадно пользуются твоей любовью к этому напитку. Да что мне с тобой говорить? Да я в жизни как Жанна Дарк. Ты что смеёшься? Жанна Дарк была орлянская дева. А ты после окончания училища максимум будешь работать в буфете. Кошмар. Кошмар. С кем я говорю? Да я... Я ропчу о том, что мой талант пропадает. А я должна размениваться на какие-то мелочи в этой жизни. Мой гений и быт несовместимы, боже мой. Слушай, чё ты мне пудришь мозги, а? Я же тебе русским языком сказала. Сегодня твоя очередь убирать квартиру. Так, я не поняла. А почему ты ведущая? Потому что у меня рейтинги побольше. Да при чём здесь твои рейтинги? У меня, между прочим, больше поводов вести это шоу. Что вы говорите? Да. Вот ты, например, что любишь пить? Вино. Вот. А я коньяк. Поэтому вести шоу «Три звёздочки» сам Бог мне велел. Да не вопрос, только не нервничай так, малышка. Дорогие друзья, в эфире шоу «Три звёздочки». Женщина очень много страдает по жизни. Но в основном она страдает какой-то фигнёй. И что интересно, основное хобби женщины – это та же фигня. Ею она занимается всё остальное в свободное время. Дамы и господа, увлечение и хобби – тема нашего сегодняшнего шоу. Безусловно, у женщин очень много увлечений и хобби. Но я не могу себе представить женщину-нумизмата. Ну не можем мы собирать мелочь. Только крупные купюры. А ещё мы очень сильно любим вязать. Запомните, если женщина не собирает сплетни, значит, она их распускает. Конечно, мужчинам в этом плане намного труднее. Если он пьёт пиво, он отдыхает после бани. Но в баню он идёт, если он устал от футбола. Просто пахарь какой-то. Девочки, а сейчас подошло время нашей основной рубрики «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях жена филателиста и по совместительству самая страшная женщина в мире – Альбина Захаровна. Встречайте! Да садитесь вы уже! Да закрой ты свой рот. Здравствуйте. Я хочу сразу сказать, у вас отвратительное шоу, никому не интересное. Я не понимаю, почему? Вы видели, что в стране творится? А что в стране творится? У людей проблемы. Какие проблемы? Личные. У меня муж этот коллекционер. И чем он увлекается? Женщинами. Какими? А что по мнению видно, конечно, красиво. Что вы смеетесь, дурнушки. К вам он никогда не выйдет. И слава богу. То есть от такой красавицы, как вы, все-таки ушел? Да. Ушел. Он меня променял на эти свои штучки. Ну тогда вам тоже нужно собирать. Что собирать? Вещи, вещи его собирать. Я же одна останусь, дурочкой. Не волнуйтесь. Я думаю, что такая редкая штучка нагло вломится в другую коллекцию. Что она говорит? Она говорит, идите вы уже домой. Но не с пустыми руками, потому что мы дарим вам сувенир. У-ху! Какая отвратительная дрянь. А что это? Это пистолет. Раритетный. Там всего одна пуля. И что мне с ней делать? А вам природа подскажет. Мы прощаемся с нашей гостьей. Да, дорогие друзья, мы живем по олимпийскому принципу. Главное не победа, главное участие. Да. Поэтому мы участвуем в решении всех проблем. Своих, чужих. Три звездочки может и не решать ваши проблемы, но помогут о них забыть хотя бы на минутку. Увидимся совсем скоро. Пока. И у нас в студии звенит очередной... Звонок. Это Лена перегрелась, да? Смотри! Все, закроем дверь. Что ты спасешь? Про козла вы мне не говорили. Это был секрет. Скажите, пожалуйста, а почему у вас? Безусловно, у женщин очень много увлечений и хобби. Но я не могу себе представить женщину... Кошмар какой-то. Ладно, Лавов. Кошмар, мне постоянно... Бравка кик-то играет. Самых страшных. По кошмару. Скажите, вы видите, если я вас переговорил... Ты это не знаешь? Что ты спасешь?